уважаемые друзья рыбаки всем крепкого здоровья сегодня мы с вами будем изготавливать удочку которую я использую для рыбалки на безмотыльную мормушку как вы уже возможно догадались речь пойдет об изготовлении балалайки удочка это делается достаточно быстро и достаточно просто поэтому буквально за один вечер вы можете обзавестись такой же а для изготовления этой удочки нам потребуется эпоксидная смола трехминутка два кусочка пробки донор вот такой вот эта удочка стоит примерно 150 или 160 рублей продается в различных магазинах так что не составит у вас никакого труда ее найти также понадобится цельный карбоновый хлыстик также он продается в обычных магазинах значит и продают его значит под видом первого колена от маховой удочки ну и супер клей первую очередь нам надо будет разобрать удочку донор удочку донор мы разобрали и теперь нам надо вот эту вот резиновую оплетку которая очень холодная на морозе нам надо ее срезать оплетку мы сняли теперь нам надо сточить либо срезать вот этот квадратик который здесь есть следующим этапом изготовления этого удильника будет обработка значит кромок шпульки и вот этой внутренней части для того чтобы у нас шпулька абсолютно беспрепятственно скользила безо всяких заеданий теперь наступает самая интересная часть нам понадобится супер клей нам понадобится кусочки пробки вот такие из которых мы будем нарезать ножиком небольшие блинчики и наклеивать их на балалайку также помимо блинчиков мы будем резать небольшие полоски для того чтобы нам можно было обклеивать вот эти вот скругленные участки вот таким образом из обрезков пробки я обклеил практически всю поверхность удочки донора и теперь ее надо обточить обтачивать можно обычной наждачной бумагой либо обтачивать можно гравюром у меня есть гравюр поэтому я буду обтачивать гравюром после обточки заготовка должна выглядеть примерно вот так теперь наша задача заполнить полости с помощью той пыли пробочной которая у нас осталось после обточки делается это очень просто мы берем суперклей заполняем одну такую полость с помощью суперклея и засыпаем ее этой стружкой вот так полость у нас полностью заклеена и так все оставшиеся полости которые у нас есть на этой рукоятке после заполнения трещин пробкой пылью наша рукоятка выглядит вот так и теперь надо ее начисто обработать для этого я уже не буду использовать гравюр возьму обычную наждачную бумагу и сделаю финальную зачистку после всех манипуляций с наждачной бумагой и клеем у нас получилось вот такая достаточно добротная рукоятка теперь мне необходимо разметить длину шестика значит шестик у меня будет длиной 17 с половиной сантиметров почему такой короткий такой короткий потому что удочки балалайки я применяю в основном при рыбалке в ветреную погоду а ветреную погоду удочки желательно использовать более короткие чтобы уменьшить воздействие ветра на сторожок и так длина шестика у меня будет составлять 17 с половиной сантиметров сейчас мы его отпилим надфилем и будем вклеивать смешаем эпоксидную смолу я надо смешать в соотношении один к одному небольшое количество выдавливаем из двойного шприца вот так работу с эпоксидной смолой надо проводить в проветриваемом помещении то есть окно открыли и прям грубо говоря под окном мы ее разводим потому что это штука ядовито и дышать ей нельзя теперь торцевую часть шестика то которые мы будем вклеивать мы обмазываем этой смолой вот таким образом нам остается только аккуратно вклеить наш шестик на старое посадочное место мы его засовываем и немного так покручиваем ну вот смола у нас застыла кончик мы вклеили достаточно ровненько все хорошо так получилось и теперь нам остается только заново собрать нашу балалайку и некоторые элементы промазать смазкой для лучшего хода ну вот и все дорогие друзья балалайка с пробкой рукояткой очень приятная на вид и очень приятная на ощупь у нас полностью готова я надеюсь что это видео вам понравится и пригодится но у меня на этом все увидимся с вами в следующий раз